всем здравствуйте сегодня хочу с вами поговорить о формировке пеларгонии из черенка я вам показывала как делать прищипку пеларгонии из семян это пеларгония выращена из черенка и давайте посмотрим подробненько как она выглядит вот вы видите сам черенок был посажен и из него уже выросли веточки сажала точно не помню когда то ли летом то ли осенью и вот уже какие длинные ветки за зиму выросли и мне хочется чтобы это был все-таки кустик поэтому я сделаю эту пеларгонии обрезочку вот смотрите на этом череночке растет новая веточка чтобы это было аккуратно я должна сделать над этой пазушной почкой обрезку но тогда пойдет расти веточка внутрь куста что тоже нехорошо ближайшая почечка вот здесь вот здесь можно в принципе сделать обрезку будет немножко неровненько но я думаю что это не так страшно и здесь ближайшая почка здесь но она тоже будет смотреть внутрь куста либо сделать вот здесь почечку но будет вот так вот неровно здесь или вообще вот так низко тут что тоже жалко поэтому в этом случае тем более что вот такие длинные ветки я думаю что лучше всего сделать акцент именно на вот этих вот двух веточек пусть них уже идут веточки а это пусть так и остается вот я бы хотела этой пеларгонии сделать вот на таком уровне обрезку и пойдут уже с этой пазушной почки или еще с этой расти веточки и думаю что этого будет достаточно низко отрезать просто жалко и так много отрезается и так продезинфицированным секатором я обрезаю на этом уровне над почечкой и параллельно этой веточки сделаю обрезку вот здесь немножко будет ниже ничего страшного вот так остается и из пазушных почек пойдут расти новые веточки и будет уже компактненький более компактный кустик посмотрим еще другую пеларгонию тоже из черенка выращенную тоже вытянулась она за зиму и тоже я его обрежу сейчас сделаю обрезку вот на этом уровне почечки как раз вот пойдет вот сюда наружу кустика и здесь тоже вот над этой почкой тоже пойдет наружу кустика расти так здесь вот тут буду делать обрезочку и вот здесь вот так для стимулирования новой веточки можно вот так удалить черешок и тогда вот именно эта почечка проснется быстрее вот такой секретик я вам говорю так но здесь просто три листочка остается для фото синтеза они нужны поэтому их удалять я не буду и здесь вот так остается вот прошло немного времени смотрите новые веточки начинают расти и на одной и на другой пеларгонии сейчас ближе покажу вот здесь растет новая веточка над той почкой над которой делался срез этой почка начала расти когда чуть-чуть подрастет эта веточка можно будет уже вот этот удалить но пока что пускай будет и здесь тоже растут даже две новые веточки из двух пазушных почек вот так так и другую пеларгонию показываю здесь проснулась почка и здесь тоже веточка растет новая а вот здесь ничего не растет так как здесь листьев хватает я вот этот листик сейчас удалю и это может простимулировать пробуждение почки и вот эти вот остатки черешка они тоже удаляются вот так вот что остается видите след удаленного черешка с листиком и вот это вот маленькая почечка которая должна проснуться а срезанные черенки очень даже неплохо прижились вот смотрите это срезанные черенки с этой пеларгонии вот они какие бодренькие красивенькие укореняются у меня здесь в стаканчике и конечно же результат показываю вот это тоже пеларгония я надеюсь что вы ее узнаете вот веточки здесь уже росли на тот момент когда я вам показывала и здесь мы удаляли с вами листик потому что тогда не было здесь новой веточки и я удалила листик для того чтобы простимулировать рост этой новой веточки вот она растет вот так теперь вы знаете что надо делать если не растет ветка если почка не просыпается все на этом спасибо всем за внимание ставьте лайки спасибо вам за то что ставите их и подписывайтесь на мой канал всего доброго